На 20-й сессии Совета народных депутатов Кашхабльского района подведены итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года и реализации региональных проектов Республики Адыгея с начала 2019 года. С основным докладом выступила заместитель главы района Марета Тугланова. Она ознакомила присутствующих с основными показателями социально-экономического развития района за 9 месяцев, которая была направлена на повышение качества жизни населения и создание условий для комфортного проживания на территории района с учетом состояния экономики, сельской инфраструктуры и реальных социальных возможностей. Для решения поставленных задач был реализован комплекс мероприятий по различным вопросам социально-экономического развития, включая приоритетные национальные проекты, создание благоприятных инвестиционных условий для предпринимательской среды, а также выполнение муниципальных программ. В целях увеличения продолжительности жизни населения и снижения смертности в районе реализуется программа социальная поддержка граждан в 2017-2020 годы, обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами на 2014-2021 годы, обеспечения жильем молодых семей, а также реализуется указ президента Российской Федерации по обеспечению многодетных семей земельными участками. В результате этой работы в 2019 году 23 семей улучшили свои жильщие условия на общую сумму 24,4 млн. рублей, включая молодые семьи, семьи специалистов в селах, а также дети, оставшиеся в обеспечении родителей. Всего на текущую дату обеспечены земельными участками 145 многодетных семей, в том числе за 2019 годы три семей. Важно отметить, что на сегодняшний день очередности нет. Промышленная отрасль является основой экономического развития Кашхабского района, отметила Марита Тугланова. Анализ итогов промышленности говорит о том, что прирост показателей обеспечивается за счет таких отраслей, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и перерабатывающая отрасль. По итогам за 9 месяца 2019 года объем отруженной товарной продукции, работу субсобственного производства, крупным и средним, а также малым предприятиям, охваченных статистическим наблюдением, составляет 1,9 млрд. рублей, или 103,7% от уровня прогнозных показателей. Темп роста к уровню аналогичного периода составил 113,5%. Объем отруженной товарной продукции, работу субсобственного производства по крупным и средним предприятиям составил 1,7 млрд. рублей. Темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 113,5%. Что касается инвестиционной деятельности, заместитель главы подчеркнула, что данная сфера является тем звеном экономики, состояние которого прямо определяет темпы экономического и социального развития территории. Источниками инвестиционных вложений являются бюджетные, внебюджетные и собственные средства предприятий. Общий объем инвестиций в вложение в основной капитал по предварительной оценке за 9 месяцев текущего года составляет 419,6 млн. рублей. В целом по району за счет всех источников финансирования. В том числе по крупным и средним предприятиям вложение достигло 319 млн. рублей. Бюджетные инвестиции, включая реализацию программных мероприятий, составили 100,6 млн. рублей. Основной объем капитальных вложений приходится на долю Южгазэнерджи, это 300 млн. рублей, а также Магурка, 14 млн. рублей. В предприятии Межгазэнерджи инвестиционные вложения в основной капитал направлены на ремонт двух скважин. В предприятии Мамрука ведется закупка оборудования для создания перспективы логистического центра по отбойству готовой продукции. Привлечение инвесторов в район для создания новых производств, модернизации имеющихся производственных ресурсов, это главная задача района. Радует, что в районе положено начало развитию садоводческой отрасли. В Вольницком сельском поселении реализуется проект по созданию фруктовой усадьбы. Общий объем инвестиционных вложений в проект по плану составляет 100 млн. рублей. На сегодняшний день на площади 28 гектаров высажено 12 тысяч саженцев, вишни и сливы. В перспективе планируется строительство цехов для переработки и хранения выращенной продукции. Также в Вольницком сельском поселении ведутся подготовительные работы на площади 3,5 гектаров для дальнейшей посадки ежевики предприятия ООО «РБС Агром». Посадка черенков в ежевике планируется в марте 2020 года. Продолжается развиваться одно из первых садоводческих хозяйств в Кашхабрском сельском поселении ООО «Грин Агром», которое посадило саженцы яблони на 37 гектарах и планируется расширить площадь посадки до 67 гектаров. Завершена высадка черенков на 10 гектаров в фермерском хозяйстве Емакова-Бесла на Кашхабрском поселении, а также на 13 гектаров в хозяйстве Метово-Амина. Надеемся, что эти проекты станут основой развития масштабного садоводства на территории Кашхабрского района. В сфере развития молочного животноводства в районе в текущем году произошли позитивные изменения. В Кашхабрском сельском поселении начал работать животноводческий комплекс на базе бывшей кахозной фермы «Ферма Бружева-Мурата», который за счет грантовой поддержки программы «Начинающий фермер» в 2019 году получил финансовое средство в сумме 3 миллиона рублей и приобрел 25 коров ашерской породы, а также 40 голов за счет собственных средств. Созданы три рабочих места, имеются первые показатели по надое молока. Для представления на сочинском форме администрация района подготовлена три презентации инвестиционных проектов. Это строительство тепличного комплекса в Ходзинском сельском поселении на 17,5 гектарах, создание базы отдыха на базе термального источника в Ходзинском сельском поселении, создание фруктового сада в Дмитриевском сельском поселении на 30 гектарах. В рамках бюджетного инвестирования в районе проведен большой объем работ. В 2019 году по программе устойчивого развития сельских территорий завершено строительство газопровода в Ходзинском, которое выполняется в два этапа. В октябре 2019 года завершен первый этап строительства стоимостью 3 миллиона 697 тысяч рублей. Общая протяженность газопровода составляет 4 километра. Стоимость объекта составляет 7 миллионов 200 тысяч рублей. На базе школы номер 2 у Лакашхага завершены работы по строительству стадиона детско-юношеской школы объем финансирования состава 200 тысяч рублей. По программе «Доступная среда» в доме номер 8 у Лакашхага проведены работы по устройству пандусов и монотусанузлов на сумму 600 тысяч рублей. В рамках реализации мероприятий грантовой поддержки местных инициатив граждан по программе «Гражданская инициатива» в ауле «Груха» обустроена детская площадка. Объем финансирования составил 1 миллион 150 тысяч рублей. По направлению «Инициативное бюджетирование» в текущем году завершена работа по обустройству детской площадки в селе Войнам на сумму 1 миллион 325 тысяч рублей. Благоустройство Абилиска Войнам в селе Наскырбово на сумму 1 миллион 380 тысяч рублей. В рамках осуществления мероприятий по предупреждению стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в ауле «Груха» завершена работа по ремонту дамбы за счет Светсредиземного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на сумму 18 миллионов рублей, а также капитальный ремонт защитной дамбы левого берега реки Лоба в районе аула «Груха» в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» на сумму 5 миллионов 700 тысяч рублей. В рамках подпрограммы обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков, выделяемых семьями, имеющих трех и более детей, в 2019 году были выполнены работы по разработке проектно-смертной документации на строительство дорог в ауле «Груха» Шахабе с положительным заключением государственной экспертизы. В 2019 году проведены строительные работы с привлечением средств из местного бюджета в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей. Учитывая роль и значимость реализации национальных проектов, хочется отметить, что в текущем году выполнены все основные программные мероприятия по разным направлениям. Региональный проект «Культурная среда» завершен капитальный ремонт сельского дома культуры в поселке Дмитриевском. Общий объем финансирования работ составил 5 миллионов 749 тысяч рублей. В текущем году продолжена работа по строительству второй очереди объекта строительства дома культуры в ауле «Ходз». Плановый объем финансирования на 2019 год составляет 15 миллионов 214 тысяч рублей. Завершена работа по созданию модельной муниципальной библиотеки в детской школе искусств аула «Кашхабль». Общий объем финансирования работ составил 6 миллионов 172 тысяч рублей. Региональный проект формирования современной городской среды. Завершены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ауле «Кашхабль» в поселке Майске, а также по благоустройству общественной зоны аула «Кашхабль». Общий объем финансирования работ составил 5 миллионов 225 тысяч рублей. Региональный проект «Чистая вода». В рамках проекта «Чистая вода» планируется строительство объекта петилового водоснабжения в ауле «Кашхабль» на 2019-2020 годы. Заключен контракт на сумму 75 миллионов рублей. На первом этапе осваиваются средства на сумму 26 миллионов 439 тысяч рублей. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Завершен капитальный ремонт спортивного зала в школе номер 3 АУВ «Игрухай». Общий объем финансирования работ составил 1 миллион 708 тысяч рублей. Региональный проект «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи». Завершено строительство первой сортировочной вертолетной посадочной площадки в «Кашхабльской больнице». Объем финансирования объекта составил 2 миллиона 288 тысяч рублей. Подводя итоги своего выступления, Мария Татугланова отметила, что дальнейшая работа будет строиться не только на реализации нацпроектов, но и на достижение высоких показателей в рамках указа президента, в котором определены 15 показателей по таким направлениям, как экономика, строительство, образование, экология, демография, уровень бедности. Для достижения высоких показателей в кратчайшие сроки Республикой выбран метод работы в формате X-матрицы, который представляет собой взаимоувязанную графическую таблицу на одном листе формата А3, где определены главные стратегические цели, а также тактика, мероприятия и результаты, которые должны будут достигнуты в 2020 году. Для каждого района доведены целевые значения по всем 15 показателям, которые будут обязательны для исполнения в жемесячном межпортальном режиме. От качества нашей работы по достижению этих показателей будет давать оценку эффективности работы в 2020 году не только района, но и руководство Республики. Поэтому мы все должны быть нацелены на исполнение поставленных перед нами задач и планов. В случае достижения высоких показателей, оценки эффективности, Республика может получить федеральную грантовую поддержку, которая позволит максимально использовать потенциал развития. На заседании был рассмотрен вопрос о принятии во втором чтении проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы. Информацию подготовил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Принятие сегодня во втором чтении решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на 2020 год и на плановый период будет означать принятие бюджета в целом и утверждение приложений к нему. Проект решения Совета народных депутатов на очередной финансовый год и на плановый период далее проект решения подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, исходя из приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования Кашкабельский район и обеспечения реализации указов президента Российской Федерации 2012 года с учетом необходимости обеспечения устойчивости бюджета муниципального образования Кашкабельский район, а также применения механизма ограничения роста и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кашкабельский район. Планирование расходной части, как всегда, проводилось адекватно прогнозным темпом роста налоговых и неналоговых доходов в условиях жесткой экономии финансовых ресурсов. Главной целью бюджетной политики при проектировании бюджетных показателей являлось достижение сбалансированности бюджетной системы муниципального образования в Кашкабльский район. Бюджетные ресурсы концентрировались на выполнении приоритетных для муниципального образования расходных обязательствах и сохранении социальной направленности бюджета муниципального образования. Как и в предыдущие годы, местный бюджет сформирован в программном формате с сохранением социальной направленности местного бюджета. Всего на сессии было рассмотрено 13 основных вопросов и один дополнительный. Все они утверждены депутатами единогласно.